всем привет друзья вы на канале братья по играм и сегодня мы посмотрим игру door kickers игрушечка достаточно интересно и особо будет интересно тем кто любит тематику спецназа тактические такие маневры мне по крайней мере понравилось в общем игра позиционируется как шутер тактика стратегия даже вот ну и естественно немного каким-то боком кинди вот в общем давайте давайте наверное просто не будем многословно да просто попробуем одну-две миссии отыграть в общем можно сначала играть только в одиночной миссии пока вы не достигнете 6 6 вот пишет нам что откроется на шестом уровне отрядом я сыграл несколько миссий и у меня только сейчас третий уровень общем мне еще нужно 33 уровня пройти ну не знаю не знаю как долго придется проходить дальше то есть принципе нормально нормально придется проходить естественно получением каждого нового уровня отряда это затягивается ладно давайте давайте попробуем отыграть одну-две миссии давайте который я уже играл первое то есть первое даже сама по себе тоже сложна то есть первый раз меня умудрились и здесь одного бойца моего убить в общем здесь достаточно интересно сделанным то есть на первом этапе вам дается два бойца сейчас мы находимся режим планирования так называемый то есть это как своего рода пауза в режиме планирования мы можем для каждого бойца вот провести как он себя будет какие он точнее маневр будет проводить можно задать ему направление обзора вот удерживая control и ведя правой кнопкой мыши мы можем как бы отвести его и он будет смотреть в ту сторону то есть вот будет смотреть этот угол мы сейчас будем его обводить а он все равно будет смотреть получается как бы ту сторону вот но это такое дело в общем каждый шаг бойца мы можем так на тактической карте запланировать и затем нажав на пробел бойцы выполняет все действия которые мы заплагнамировали то есть можно так если вы сделаете так друзья то вы получите дополнительные очки бонусные очки за то что вы с первого раза грубо говоря правильно распланировали и бойцы остались живыми и всех убили а вот еще опять же во время боя также можно переходить в режим планирования точно нажимаем пробел делать такая вот тактическая пауза и во время тактической паузы мы также можем дальше до планировать скажем так уже по обстоятельствам в зависимости от угрозы или там допустим выполнение каких-то задач но тогда мы потеряем опять же дополнительные бонусные очки вот в общем нужно сделать все с первого раза и без паузы это вы получите максимальные бонусные очки ну еще конечно же на каждую миссию дается определенное время ну как она вот вас не ограничивает но если вы уложитесь в это время вы опять же получите дополнительную звездочки звездочку так сказать в награду поэтому стоит иногда даже переигрывать то есть допустим для начала пройти какой-то уровень наверное так просто посмотреть разведывать а вот уже потом попробовать на время ладно давайте давайте попробуем давайте друзья попробуем с вами сделать это все без тактической паузы то есть с первого с первого раза грубо говоря то есть первого раза мы проведем наших бойцов так чтобы они сначала прошли глянули так в общем здесь я же говорю то есть для тех кто любит по планировать и для тех кто любит так вот так вот на храпом брать то может просто вести бойца и дело тактическую паузу менять его или даже не делать тактическую паузу вести но опять же это просто будет время уходить дополнительную у вас и на одну звездочку получите меньше конечно не критично друзьям но иногда хочется скажем так так вот здесь давайте мы сделаем паузу до команды альфа и этот боец у нас бросит ой чуть такое нет это куда он гранта бросает а вот на на давайте бросит бросит гранату ослепительную вот этот будет команду ждать а дальше он уже после команды альфа они ломануться у нас ну вот так как то ну и соответственно этот боец тоже выйдет этого давайте чуть вот так проведем чтобы он линию огня не закрывал на этого бойца вот тоже выведем так после этого ну естественно когда они все выполнят пойдут дальше ну вот давайте здесь мы дадим команду браво точнее команда браво и они ломануться тогда скажем так одновременно у нас выйдут и вот так вот пройдут этот сюда мы тут естественно вот так вот так дальше после этого они у нас пройдут сюда один выйдет и давайте выйдет второй у нас боец здесь мы сделаем команду чарли будут ждать до команды чарли и нет это мы отменим командур чарли сюда он дойдет он кинет гранату у нас до за угол вот после этого по команде чарли они должны будут у нас ломануться так наверное ну дальше проследует уже сюда и соответственно этот боец блин а чё он забрал его так бросает после этого ждет команду чарли да дальше он выходит смотрит сюда никого нет дальше смотрит сюда и проходит сюда проведем чтобы не закрывал ну вот в принципе давайте посмотрим ради интереса смогут ли без без тактических остановок да без тактической паузы наши бойцы пройти и уничтожить вперед бойцы так вот уже одного встретили они быстренько сняли дальше они ждут неправильно я сделал блин так следующая команда бры пошла потеряли мы одного бойца пути ослепили но неправильно я немного с граната не разобрался ребят почему она кидает именно после команды хотя я ее отметил чтобы она сначала гранату кинул а потом ждал команды ну наверное просто нужно дополнительную точку отдельно рисовать чтобы он подбежал кинул а потом уже отдельную точку и чтобы ждал ну такое дело в общем открыт новый класс друзья а саульт сауль стрелок до меткой поддержка но там показывает что он стреляет из автомата общем более конечно такая стала убойная фишечка вот при буквально при вас я получил эту возможность ну давайте давайте попробуем еще разочек так здесь вот штучка такая интерес ладно в общем я понял в чем ошибка наша заключалась давайте сделаем не так давайте давайте вот так вот сделаем плохо что я не могу остановить бойца то есть как бы во время планирования стрел так вот так вот он пройдет у меня отстреляет этот боец тоже мне должен так вот пройти и встать после этого если они всех отстреляли до не должно нас будет выйти одновременно то есть этого бойца давайте попробуем запустить чтобы он смотрел налево у нас как то вот так вот чик отстреляет посмотрел после этого уходит в угол этот боец соответственно у нас будет будет смотреть направо когда он подойдет стреляет идет в этот угол так ну и после этого соответственно они идут на исходную у нас боятся идут на исходную сюда и здесь я бы хотел наверное чтобы они давайте по команде бросят гранаты один не очень хорошо встал пока стоп давайте отмену ближе подведем его так в общем один метнет у нас правую сторону то есть не сайта боец проведет метание светошумовой гранаты вот сюда вот принципе если клиенты будут то он должен их как по идее ослепить вот это у нас будет по команде альфа по команде альфа не кидают дальше так чуть смещаются и мы сделаем команду браво нужно я так понял отделять нужно друзья чтобы не было ну вот то есть они кидают на альфа потом на бета не смещается сюда и уже дальше давайте их разведем так возможно конечно я сделаю что-то неправильно почему сначала сюда у нас посмотрел после этого пошел сюда и уже соответственно ведут огонь по умолчанию ну и 2 боюсь у нас также выдвигается заходит этот боец будет смотреть у нас вверх то есть проверил если отстрелялся прошел и дальше разошлось и сюда вот как то так то есть альфа и бета у нас отмечены точки дальше уже идут самостоятельно пока пока просто пока просто потому что карта небольшие буквально состоит из нескольких комнат но тем не менее бойцы пошли так так ладно зашли нормально так кидают гранаты пошли заходит а этот чу не стрелял дружище ну в общем затраченное время 13 секунд а нужно было 12 секунд потратить чтобы получить три звезды в общем получили мы видите дополнительное задание выполнили завершили миссию без тактической паузы в реальном времени то есть мы как изначально пошли в реальном времени не поп на паузу не переходили и получили дополнительное задание использовать и используйте один план для прохождения миссии то есть мы как бы изначально план весь прорисовали вот по нему прошлись и не меняли его то есть две медальки получили но по временем в одну секунду мы не уложились в общем принципе вот такая вот на первый взгляд не замысловатая игрулька да но тем не менее каждую миссию можно переигрывать и кстати вот каждая миссия да несмотря на то что допустим вот мы сейчас эти комнаты прошли мы знаем где стоит противник но друзья в следующий раз когда вы будете проходить эту комнату противник будет уже раз по располагаться совершенно по-другому поэтому проходя одну и ту же как бы планировку квартиры или комнаты бойцы вражеские будут расположены в разных углах поэтому еще опять же повторюсь интересно проходить несколько раз одну и ту же комнату и пытаться затрачивать на это меньше всего времени ну друзья надеюсь вам понравилась данная игра кому-то наверняка она приглянулась еще пробуйте друзья пробуйте пишите свои результаты за сколько в какую комнату прошли я буду пробовать этот результат побить сделать лучше еще раз друзья спасибо вам за внимание хорошего настроения побед и до новых встреч всем пока